Вот уже третий год фестиваль проводится при поддержке Министерства энергетики России. В течение сентября-октября по всей стране будут организованы тематические мероприятия. В рамках фестиваля Оргкомитет проводит и конкурсы. Всего их четыре. Это конкурс песни, творческих, проектных и исследовательских работ на лучший символ и конкурс флешмобов. Ученики первой школы Десногорска совместно с заместителем директора Ольгой Кузьмичевой и педагогом-организатором Татьяной Романовой решили попробовать свои силы и поучаствовать в конкурсе флешмобов. Ребята подали заявку и кинули клич во всех соцсетях, чтобы собрать как можно больше молодых и активных десногорцев. Мне было очень приятно, что весь город, вся наша молодежь, все школы присутствовали, посмотрели, да, и даже колледж участвовал, и маленькие дети, и прохожие. Вот такое, наверное, общее дело, оно объединяет. И хотелось бы поблагодарить Министерство энергетики Российской Федерации, по чьей поддержке проходит эта акция. И, конечно же, наш город Десногорск, нашу администрацию и атомную электростанцию, которые дают возможность нашу творческую молодежь так реализоваться. Энергичная музыка, танец и фонарики – вот то, чем вооружились активисты. Сплоченная работа и энтузиазм объединили их в едином порыве. Такие события, как фестиваль энергосбережения «Ярче вместе» дают нам возможность понять, что каждый житель планеты может сделать жизнь в своей стране лучше, бережно относиться к энергии дома и на работе, чтобы сохранить природу и внести свой вклад в развитие энергоэффективности. Именно к этому призывали участники флэш-моба. Мы – «Ярче!» В каждой второй семье в нашем городе есть люди, работающие на атомной станции или на предприятиях, обслуживающие ее. И мы знаем, какой это тяжелый труд. И вот этой акцией, я надеюсь, что люди посмотрят, заинтересуются и все-таки будет больше людей, которые будут беречь и экономить электроэнергию. Акция специально была сделана для людей, чтобы люди понимали, какая роль играет электроэнергия в нашей жизни. И без нее нам будет очень тяжело. Я хотела поддержать ту тему о том, что мы обязаны сохранять электроэнергию. Так как у нас атомный город, то я не понаслышке знаю о том, что такое атомная энергетика. И в нашем мире мы не можем жить без энергии. Но ничто не бесконечно. Поэтому мы обязаны ее сохранять и ценить. Каждый город-участник, вливаясь в фестиваль, зажигается на карте сайта вместеярче.рф. Мы уверены, что очень скоро на ней загорится и наш город.